Совершил освящение храма в честь ныне празднуемого образа Пресвятой Владычицы Высокопреосвященнейший Иоанн, архиепископ Брестский и Кобринский. В сослужении ему было духовенство Брестской епархии. За труды во славу Матери Святой Церкви Владыка Иоанн наградил саном протеерея настоятеля храма Дмитрия Лукашевича. Наград были удостойны и другие священнослужители, и те, кто оказывал помощь в строительстве церкви. После литургии был совершен праздничный молебен, с крестным ходом. Затем Владыка Иоанн произнес слово, поздравив все духовенство, представителей власти и прихожан с освящением храма и с престольным праздником. Радуется сердце того, что еще одна лампада духовной жизни, еще один духовный корабль, лампада засветилась, а духовный корабль спущен на воду для того, чтобы плыть по бурному житейскому морю. Сегодня Господь, собрав нас, обращается к нам со словами Евангелия, обращается к нам со словами поучения, обращается к нам с благословением и верю, слышит, слушает и слышит наши молитвы для того, чтобы исполнить наши добрые чаяния, исполнить наши просьбы добрые и этим самым облегчить нашу жизнь, несение нашего жизненного креста. Новый храм на Брестской Дубровке построен всем миром. Начало строительства обозначено 1994 годом. Богослужения велись в деревянной церкви. В 97-м был заложен первый камень в основании новой церкви, а в ноябре 2014-го освящен нижний предел строящегося храма. История возведения церкви в честь иконы Божией Матери «Всех скорбящих радость» непосредственно связана с великим смыслом, который заложен в имени этой иконы, в жизненных испытаниях от скорбей к радости, к утешению ведет нас Богородица. Не только материальными вещами жив человек. Все это, конечно, необходимо, но тем не менее, нам, нашему городу, нужны и такие объекты, как вот этот храм. Спасибо всем, кто принимал участие в его строительстве. Спасибо всем прихожанам, которые вместе с нами молятся в этом храме, вносят свою пассивную лепту в его развитие. Владыка правильно сказал. Надо помнить всегда и чтить своих родителей. Но также надо помнить и чтить свой дом, потому что дом, наверное, это одно из главных фундаментов любой семьи. Я уверен, что вот этот прекрасный дом станет надежным символом и опорой нашего будущего, нашей православной церкви, всех вместе взятых нас. Созданный храм иконы Божьей Матери всех скорбящих радость, несомненно, станет тем местом, где все православные будут учиться вере, любви и радости жизни. И через эти ценности мы будем уходить от зла, раздоров и жестокосердия. Субтитры создавал DimaTorzok